Итак, дорогие друзья, Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. Мы будем читать с 24 стиха. И Слово Господне говорит, это слова Иисуса Христа. Для меня всякий раз, когда я читаю Слово Божие, когда сам Иисус в Евангелии говорит, это очень значимо. И мне нравится даже есть Библии, где слова Иисуса Христа отмечены красными. Есть такие Библии и в Новые Заветы. Итак, Иисус говорит, итак, всякого, или другими словами, любого человека, кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, когда написано мужу и жене тоже, аминь, благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Замечательное местописание, которое всегда побуждает меня к действию. Вы знаете, думая об этом слове, я вдруг понял, что наша жизнь, успешная жизнь, состоит из трех вещей. Есть в книге «Экклесиаста», насколько я помню, местописание или в книге «Притч», написано «Нитка, втрое скрученная, нескоро порвется». Нитка, вы знаете, нити, видели когда-нибудь, вы заметили, есть такие с тремя, как бы тройные нитки, одна нитка с тремя маленькими. И Библия говорит, нить, нить, втрое скрученная, нескоро порвется. Вы знаете, что такое три? Первое – это Бог. Бог должен быть в твоей жизни. Второе – это Слово. Аминь. И третье – это действие. Аминь. Слово, действие, и все это с Господом надо делать. Вот она нить. Такая нить крепкая, такая жизнь будет крепкая, хорошая. Когда, знаете, заметьте, есть обычно две вещи, которые помогают всему. Поезд едет, заметьте, две стороны, да? То есть, например, поезд не на одной колее едет. Обязательно нужно две. Если едет велосипед, то два колеса, не одно. Я знаю, что есть в цирке и одно, но, знаете, как, и тогда у этого человека жизнь как в цирке. И трудно на одном колесе долго не проедешь, особо. Аминь. Все, две вещи. И мы должны с вами осознать такую вещь. Всегда нужно иметь и Слово, и дела. Мы зря можем приходить на служение. Мы зря можем приходить на служение, если мы идем с настроением послушать, получить только утешение, получить только, ну, как бы, в самом момент мне нужно, чтобы я хорошо быть почувствовал, мне нужно получить Слово, чтобы утешиться. И это, в принципе, правильно. Но Иисус говорит о слышании и действии. Слышании и действии. Всегда вот эти две вещи, они должны быть в твоей жизни. Этот мир, который не верит в Бога, он слышит, он даже знает. Я иногда встречаюсь с людьми, которые не знают Бога, но они что-то начитались в Евангелии, они знают прекрасно. Если по одной щеке тебя ударят, подставь другую. Но часто они не подставляют, они могут дать ответ. Другими словами, это значит знать что-то, но не действовать, но не жить. Вы понимаете? Поэтому, дорогие друзья, мое сегодняшнее слово очень важное. Давайте будем слушать Слово, слушать то, что нам говорит Господь, и действовать. Только тогда ты будешь блаженным. Иисус говорит, только такой дом основан на камне. Иисус говорит, что потекут реки, подуют ветры. Знаете, есть времена в жизни, когда у тебя все хорошо, и ты чувствуешь себя хорошо. И ты думаешь, что все будет хорошо. И ты думаешь, что вот так все будет в жизни хорошо. Но Иисус четко и ясно сказал, что будет проверка для твоей жизни, для твоей веры, для твоего дома. Аминь. У каждого человека будет проверка. Он не сказал, что иногда будут ветры. Или для кого-то вообще ветров не будет, но иногда для кого-то будет. Заметьте, написано обязательно, ветры, ветер приходит. Даже мы здесь с вами на земле живем, иногда мы переживаем бураны. Какая бы ни была хорошая, прекрасная погона, есть такой ветер, который валит деревья. И поэтому, братья и сестры, давайте поймем, что наша вера это и слово, и дело. И слово, и дело. И ты идешь на проповедь не только, чтобы услышать, а с настроением, чтобы исполнить это слово. Это самое правильное настроение, это самая правильная ситуация в тот момент, когда ты идешь или сидишь на служении. Ты сидишь и говоришь, Господь, что я должен делать? Скажи мне через пастора, скажи мне через проповедника, что мне сделать? Вот такая жизнь будет прекрасна и такая жизнь будет благословенна. Я хочу, чтобы вы сейчас помолились Господу. Помолитесь Господу, чтобы воистину твоя вера, она состояла из слов, которые ты слышишь от Господа, и дел, которые ты делаешь. Аминь. Ибо вера без дел мертва. Я хочу, чтобы наша жизнь, наша вера была жива, а не мертва. И она состоит, повторяюсь, только из дел. Иисус Христос, Он не просто сел на горе и говорил три года, Он делал великие дела. Аминь. Поэтому и фарисеи удивлялись, чувствовали, что этот человек не просто узнал, узнал как информацию, Слово Божье, как это делали фарисеи. Но Иисус делал, Он был делателем, поэтому имел власть. Аминь. В словах Его чувствовалась власть. А когда приходит власть, когда ты и слушаешь, и делаешь. Аминь. Будем молиться Господу. Если ты смотришь нас сейчас, дорогой друг, сейчас помолись, чтобы ты слушал Слово и исполнял Слово, и тогда ты будешь благословен. Аминь. Иисус, Иисус, Иисус. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА